На протяжении четырех лет в Ярселе открыта детско-юношеская спортивная школа «Лидер». И пусть это небольшой срок, тем не менее, за короткий период своего существования школа воспитала поколение ямальских спортсменов, которые защищают честь своего района на окружных и всероссийских соревнованиях. Спортшкола есть, спортсмены тоже соревнования проходят, но есть одно «но» – до сих пор у лидера не было своего символа. Кто стал автором эмблемы детско-юношеской спортивной школы и как она выглядит, узнавала Татьяна Журавлева. Скажи, пожалуйста, вот ты знаешь, что изображено у тебя на форме? Хомяк. Хомяк? А что это? Почему он появился на вашей форме, знаешь? Майка красивая. Ты знаешь, кто изображен на ней? Леминг. А что это зверек такой? Хомяк. Изображение этого маленького зверька, известного как Леминг, уже появилось на форме начинающих хоккеистов. История возникновения символа детско-юношеской спортивной школы весьма проста. Как-то после очередной тренировки самые младшие воспитанники, дети 6-7 лет, спросили у тренера, а какой у нас символ? Указали на соседнее к школе здание. Под символом белого медведя живет соц. Арктика. Начали вспоминать хоккейные клубы. У каждого оказалась своя эмблема. Так и пришла идея провести конкурс на символ Ирсалинского лидера. Наши сотрудники и наши воспитанники предлагали свои варианты. Мы выбрали Леминга тоже совместно с детьми. Леминг, потому что ассоциация у детей сразу с мультфильмом «Нормы несокрушимы», что будут куда-то наши ездить спортсмены юные с логотипом и будут тоже несокрушимыми. И так большинством голосов выбрали маленькое пушистое чудо, которое, к тому же, обитает на просторах тундры. Для тех, кто не знает, леминги относятся к отряду грызунов. Болотистые места – вот и стены рай для их жизни. Активности их можно только позавидовать. Помимо символа, появился у школы и свой слоган – спортшкола-лидер, разум, воля, результат. Новую форму с логотипом в виде леминга Ирсалинцы увидят 5 ноября. Детско-юношеская спортивная школа приглашает любителей спорта на большой праздник. К Дню Народного Единства у нас мы хотим провести небольшой праздник. Наверное, больше хоккея, но вообще ледовых видов спорта, скажем так. В час дня в 13.00 будут у нас играть дети между собой. В 15.00 будут играть взрослые любители хоккея. А между играми будет у нас выступление нашего тренера по фигурному катанию. Уже сейчас можно сказать, что праздник спорта получится действительно интересным. И только представьте, между собой сойдутся разновозрастные команды – 7-8-летки Александра Журавлева и 13-14-летние воспитанники Ярослава Зайцева. Так что не пропустите и запланируйте на субботу, 5 ноября, поход на ледовый каток. Начало в 13.00. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok